На фоне острых конфликтов с правящей партией «Грузинская мечта» остается неясной будущее политической карьеры президента Грузии Соломе Зурабашвили. После парламентских выборов, состоявшихся в Грузии в субботу, когда партия «Грузинская мечта. Демократическая Грузия» по данным Центральной избирательной кампании получила около 53% голосов избирателей, оппозиционные партии и президент Грузии Соломе Зурабашвили, поддерживавшая их блок, отказались признать результаты голосования. При этом президент призвала граждан к акциям протеста, что, по мнению правительства и членов грузинской мечты, равносильно призывам к беспорядкам. Это редкий случай, когда к беспорядкам призывают не просто проигравшие выборы оппозиционной партии, но и формально первое лицо государства. Если вспомним грузинскую историю и менталитет этого народа, то увидим, что Грузия имеет славную историю борьбы за суверенитет и национальную идентичность, особенно после войны 2008 года. Грузины традиционно ценят независимость и стремление к демократии, однако внутренние расколы и влияние внешних сил могут значительно осложнить ситуацию. Но прежде чем перейдем к анализу возможного будущего в Грузии, обратимся к истории стран, где наблюдалось похожее противостояние между действующими ветвями власти или народом и представителями власти. Примеры показывают, что такие конфликты между президентами и парламентами могут иметь различные исходы. В Украине противостояние между Виктором Януковичем и оппозицией закончилось Евромайданом в 2013-2014 годах, который привел к свержению президента и длительной политической нестабильности, а затем и к войне с Россией. В Венесуэле противостояние между Николасом Мадуро и Национальной Ассамблеей привело к глубокому политическому и экономическому кризису, продолжающемуся до сих пор. Были волнения и в Белоруссии, где Лукашенко удалось отстоять свои позиции. Прямое сравнение с этими странами политической ситуации в Грузии, конечно же, было бы некорректным. Но кое-какая четкая мысль все же прослеживается и заключается она в том, что многое в таких беспорядках зависит от желания народа что-либо менять или наоборот не менять в политической жизни страны. Здесь интересно мнение как сторонних экспертов, так и аналитиков из самой Грузии. Естественно, со стороны европейских стран, поддерживающих президента Зурабашвили и оппозицию, результаты выборов ставятся под сомнение. Соответственно, из России раздаются голоса о том, что теперь Запад станет раскачивать ситуацию. Например, первый зампредседателя Комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям соотечественниками Виктор Володацкий сказал, что страны Запада, поддерживающие оппозицию в Грузии, попытаются устроить Майдан по типу украинского. Запад уже финансирует оппозицию, чтобы они, начиная с сегодняшнего дня, начали беспорядки на территории Грузии, в первую очередь в Тбилиси. Запад будет сейчас все делать, накачивать деньгами, сказал он. А в самой Грузии считают, что план европейских политиков не признать парламентские выборы в Грузии провалился, поэтому они будут спускать на тормозах свою конфронтацию с правящей партией «Грузинская мечта». И, скорее всего, так оно и будет, поскольку грузинское общество сейчас кажется менее склонным к массовым протестам, чем в прошлом. Это может свидетельствовать о том, что граждане не хотят повторения хаоса, который они пережили в 2008 году и в последующие годы. Оппозиция, хотя и имеет поддержку некоторых западных стран, но она вряд ли сумеет мобилизовать народ на активные действия. Отсутствие масштабной протестной активности после выборов 26 октября подчеркивает сложившуюся ситуацию. В конце концов, Европе не надо было ожидать конца выборов в Грузии, чтобы начать накачивать оппозицию деньгами и готовить акции протестов спустя пару дней после выборов. При желании, подготовка к массовым протестам должна была идти заранее, чего, по всей видимости, сделано не было. А если и было, то не в том объеме, на который рассчитывала сама Европа и оппозиция Грузии. А теперь уже как-то поздно протестовать. Не находите? Так что, скорее всего, противостояние между президентом Зурабашвили и правительством, а вместе с ним и парламентом, продолжится. И будет оно длиться ровно до следующих президентских выборов в Грузии. А там уже все зависит от того, как решит грузинский народ. Рауф Насиров специально для CBC. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!